Это самые-самые первые соревнования были с ней. Прямо она тогда еще даже не сильно бегала, но вот тем не менее. Это сейчас у них на двоих целая охапка медалей. Еще несколько лет назад Кристина и подумать не могла, что станет заниматься скитжоргингом, ездой на собачьих упряжках. Говорит, прониклась к собакам еще в детстве, когда впервые посетила приют с дедушкой. Потом стала волонтером, помогала ухаживать за животными, а позже занялась и спортом. На лыжах я тогда вообще не стояла, не знала, что это такое. Просто встала, сразу же упала, даже еще никуда не едя. Самое первое место у нас было. Самое первое-первыхое место. Около года Кристина виделась со своей четвероногой напарницей Найтли только в приюте и на соревнованиях. Я на самом деле очень боялась, потому что мама была против вообще в принципе собак. И не дай бог что-то вот она там сделает, и я боялась, что она обратно вернется в приют. Но возвращать Найтли не пришлось. Кроме того, за это время она изменилась до неузнаваемости, стала спокойной и послушной. И все же приют наложил свой отпечаток на животное. Я заметила, которые собаки жили в приюте, они обычно играют с каким-то рыком таким и любят прикусывать за лапы, за задние. То есть когда бегут и как бы прикусывают. Это не больно, ничего. Ну просто вот у них такие своеобразные игры. Поэтому с ней, как бы с ее рыками, с ее такой игрой мало кто играет. Но вот все-таки есть собаки, которым это тоже по нраву и которые прям тоже любят так играть. Лапа, лапа, лапа. Молодец. Кроме спорта, девушка продолжает заниматься с собакой, обучает командам. Пошли ручки. Ой, как было ты. На. Сейчас в приюте Ласка 650 собак и 200 кошек, которые продолжают ждать своего хозяина. За ними ухаживают волонтеры и сотрудники, даже несмотря на критику. В плане условий содержания, да, понятно, что тесно у нас, то есть хочется как-то попросторнее, чтобы было для животных. И в плане там где-то ухода, да, где-то недостаточный уход, где-то там не всегда удается вовремя убрать еще что-то. И все же за 20 лет существования приюта было проделано немало работы. Это, конечно, был длинный и тяжелый для нас путь, потому что сначала Ласка представляла собой сеть передержек. То есть это в частных домах, там по нескольку собачьих кошечек сидело, вот, мы там разрывались между ними, приходилось их часто менять. Из-за того, что там соседи были недовольны, ну, потому что все равно, когда много собак в одном месте, да, в одной локации, конечно же, это вызывает определенные недовольства по шуму, там, не знаю, по запаху и так далее. На сегодняшний день Ласка занимается отловом, стерилизацией, оказанием помощи и пристраиванием животных в семью. Несмотря на то, что Софья и так гордится развитием приюта, останавливаться она не планирует. Хочется здесь создать такие условия, какая-то и парковая зона, да, для того, чтобы для людей была в практику и в опыт, например, там, не знаю, кто-то каждый выходной, кто-то, там, не знаю, раз в месяц, да, сюда бы семьей приезжал, ну, просто отдохнуть, пообщаться с животными, да. Часть планов по развитию приюта обсудят в день его юбилея, чтобы улучшить не только жизнь лохматых, но и сделать счастливее как можно больше любителей животных. София Иценко, Алексей Фризин, День с толком.